Всю яму мы вырешили назвать прервой местного бюджета. Четыре человека у нас было. В воскресенье мы выбрали уже вечер, чтобы машин меньше ездило, чтобы люди не ходили опять же. Потому что те же бабушки с палочками будут идти, это все краска на ногах. Даже вызывают скорую помощь, они не хотят уже ехать сюда. И такси не хотят ехать. Обхожу и все, но когда зима, вот я зимой, я не могу выйти. Пригода горела. Автівка. Есть свидетели, которые говорят, что она горела после того, как провалилась колесом в яму. И ударилась чем-то там, и началось такое горение. Я часто слышу глухие, ну его ни с чем не сплутаешь. И звук был шкряп-бум, и машинка по шкандбала дали по ямах. Изначально здесь было очень много бома. Идея возникла, давайте сделаем так, а давайте. Поддержали друг друга, все начали кидать идеи, что как написать. Обращаемся конкретно к людям, к определенным людям. То есть к тем, от кого зависит все это, кто-то сможет сделать. Уже крик, последний крик о помощи, что-то сделать с нашей дорогой. Потому что в каком состоянии вы сейчас сами все видите. Очень тяжело, машины проезжают очень тяжело. У нас в доме очень много живет пенсионеров, очень много пожилых людей. А это, чтобы обратить внимание нашего горсовета, может быть, наших жилкомсервисов, кого-нибудь, к нашим проблемам. Мы позвонили, узнали, сколько стоит квадратный метр работы, то есть материалом и работы. И мы прошли, замерили свои ямы. Минимальная цена где-то порядка 500 тысяч. Мы не потянем это все. То есть те люди, которые здесь остались, это нереально. Это то глобальное, которое нам должны помочь. Для того, чтобы эту дорогу сделать так, как нужно, там нужно выполнять серьезный капитальный ремонт. Проектование десь в среднем тревает от полтора до 8 месяцев. На следующий год проект капитального ремонта цего внутриквартальной дороги, он будет, думаю, сделан. Другой вопрос – это финансирование. Мер поставил завдание на сегодняшний день провести там поточный ремонт, который можно сделать на сегодняшний день, чтобы люди могли хотя бы перемещаться, не оставаться в лужи. Ямочный ремонт, который даст нам возможность протянуть еще какой-то час до капитального ремонта. То есть это не будет засыпано писком або гравієм, который у нас через два доща снова кудись зникнет.